И они являются членами тайной организации магов, известной как Халдея. Они успешно завершили подготовку к использованию технологии временных сдвигов, которая по сути является технологией путешествий во времени. Они готовятся к путешествию в седьмую сингулярность. Это последняя сингулярность, в которую Соломон сам отправился в прошлое. Восстановление последнего Грааля зависит только от команды. Все это делается для того, чтобы предотвратить гибель человечества, которая, как утверждается, произойдет в 2017 году. Их цель – посетить все Великие Ордена. Великие Ордена – это Орлеан, Септим, Океанос, Лондон, Американский континент и Камелот. Они уже посетили шесть из них, и последним в списке является одно из древнейших государств мира, существовавшее в 2600 году до н.э. – конец эпохи богов. То есть древняя Месопотамия. Это также мир, существовавший до начала христианской эры. Они находятся в середине разговора, когда входит еще одна женщина – да Винчи. Она решает рассказать им о цивилизации, в которую они отправляются. Они уже посетили шесть таких цивилизаций, и это, безусловно, самое опасное из всех. У Маш есть ручной лисенок Фу, который повсюду следует за ней. Через несколько мгновений Фуджимару и Маш входят в машину времени и готовятся к перемещению в древнюю Месопотамию. Машина активирована, и вскоре они переносятся в прошлое. Дуэт оказывается в свободном падении, и Маш использует свое оружие как щит, чтобы они могли приземлиться. Вскоре они понимают, что приземлились не в городе Урук, куда направлялись. В штабе решили, что вокруг города существует какая-то невидимая граница, поэтому Дуэт не смог приземлиться там. На запястье у них есть устройство связи, которое позволяет им общаться со штабом. Фуджимару также владеет тремя заклинаниями, которые позволяют ему управлять. Внезапно они теряют связь со штабом, но уверены, что связь скоро восстановится. Через несколько секунд их окружают демонические твари. Маш должна сражаться с ними, а Фуджимару просто стоит и наблюдает. После победы над монстрами Дуэт решает, что им лучше уйти из разрушенного города. Вдруг они видят, как с неба падает женщина в золотых доспехах. Она приземляется прямо на Фуджимару и даже не думает извиняться. Она ведет себя так, будто это Фуджимару виноват в том, что она упала на него. Женщина, похоже, удивлена, что Дуэт не знает, кто она такая. Они говорят ей, что они не местные. Они рассказывают ей, зачем они сюда прибыли и на какую организацию работают. Они представляются женщине, но она отказывается назвать свое имя. В этот момент их снова окружает стая демонических тварей. Женщина без труда расправляется с ними. Это доказывает, что она очень сильная. Появляется еще одна стая монстров. Женщина оставляет их сражаться с монстрами и улетает прочь. Дуэт окружен со всех сторон и им некуда бежать. В этот момент появляется человек и с помощью своей магической силы уничтожает монстров. Он представляется Дуэту как Энкиду. Похоже, он знает, кто такой Фуджимару и откуда он родом. Связь с главным штабом восстановлена и доктор Роман с удивлением узнает, что дуэт находится в присутствии Энкиду. Он говорит, что Энкиду – это оружие небесных существ, созданное для того, чтобы победить Гильгамеша и вернуть его на небеса. Энкиду считается героем, которого не смог победить даже могущественный Гильгамеш. Энкиду предлагает сопроводить их в город Урук. Он говорит, что знает о ситуации. Священный Грааль нарушил ход времени. Изменение истории теми, кто получил Грааль. Король маг создал из них сингулярности, чтобы разрушить основы человечества. Цель дуэта – предотвратить это, вернув священный Грааль. Энкиду говорит, что его послала жрица Урука, чтобы издалека защищать гостей. Энкиду говорит, что хотел бы отправиться на юг, но это довольно опасно. И Энкиду добавляет, что три альянса божеств – враги человечества. Они захватили примерно 60% земель Месопотамии. Маж удивлен, что божественные существа выступают против людей, хотя должны защищать человечество. Деку сообщает им, что цель трех альянсов божеств – уничтожить человечество. Это то же самое, что хочет сделать король маг. Одно из трех божественных существ – это божество демонов. Демонические существа, которых она создала, опустошают землю. Чтобы противостоять всему этому, человечество построило нечто такое, что может защитить четыре стороны света. Деку ведет их на холм и указывает вдаль. Он считает это надеждой человечества, последней, самой большой крепостью, защищающей четыре стороны света. Эта крепость известна как Абсолютный Демонический Фронт Вавилон. Киду добавляет, что солдаты на стене уже полгода сдерживают натиск демонических чудовищ. Киду продолжает вести их через лес. Он говорит, что на другой стороне есть пристань, откуда они могут отплыть. Маж удивляется, почему они уходят все дальше от Урука. В этот момент из леса появляются мужчина и женщина. Он уверяет их, что он не враг, а просто хочет поговорить с ними. Он говорит, что заблудился и даже удивлен, что встретил людей на территории демонов. Энкиду спрашивает, не хочет ли он пойти с ними, потому что они направляются в Урук. Мужчина просит их представиться, и когда он слышит имя Энкиду, то говорит, что это большая проблема. Он объясняет, почему так сказал. Оказывается, царь Гильгамеш только что вернулся из похода за травой бессмертия. Он отправился в этот поход только после смерти своего друга Энкиду. Он вернулся из этого похода, а это значит, что его друг и Энкиду уже давно должны были умереть. Энкиду понимает, что его раскрыли, и раскрывает свои истинные намерения. Он нападает на группу, но им удается объединиться и попытаться его усмирить. Их атака на Энкиду оказывается бесполезной, потому что он гораздо сильнее их. Однако, поняв, что он попал в ловушку, Энкиду решает отступить. Он также догадывается, что человек, который только что появился, это маг, работающий на Гильгамеша. После исчезновения Энкиду маг сообщает Фуджимару и Машу, что Энкиду работает на короля магов. Они не знают, настоящий ли он Энкиду, но он представляется именно так каждый раз, когда разрушает город. Маг решает представиться этой паре. Он уже собирается это сделать, когда Фу нападает на него и называет его Мерлином. Очевидно, зверь знает, кто он такой, и они знакомы. Мерлин, бывший хозяин Фу, как выясняется. Женщину, которая пришла с Мерлином, зовут Анна. Это пара слуги. Анна – очень сдержанная девушка, которая не любит много говорить. В штабе доктор Роман был шокирован тем, что эта пара только что столкнулась с Мерлином. Он говорит, что Мерлин – великий маг с острова Британия, рожденный от человека Энкуба. Мерлин известен тем, что привел к трону утерпен драгона и служил придворным магом. Мерлин рассказал, что его призвали в это время. Человек, который его призвал, – его хозяин, и Мерлин теперь служит ему придворным магом. С другой стороны, Анна была призвана Граалем. В настоящее время у нее нет хозяина, что означает, что она слуга-изгой. Они с Мерлином встретились два дня назад и заключили договор, чтобы достичь своих целей. Затем Мерлин уверяет эту пару, что он здесь для того, чтобы работать с Халдеей. Мерлин сообщает группе, что им нужно отдохнуть, чтобы на следующий день продолжить путь в Урук. Фуджимару протягивает Анне руку, но она отталкивает ее и говорит, чтобы он к ней не прикасался. Это жестоко девочка. На следующее утро группа отправляется в Урук. Мерлин объясняет, что появление трех божественных существ нанесло сокрушительный удар по городам. Именно поэтому все они перебрались в Урук. На севере демонические твари ведут себя особенно агрессивно. Они уничтожают основные силы человечества. Вот почему король построил стену, чтобы защитить людей. Если Урук падет, то это будет означать конец для всего человечества. Фуджимару и Машу нужно найти Грааль, который был послан сюда королем магов. Они также должны уничтожить альянс трех божественных существ. Если они найдут святой Грааль, то узнают о планах короля магов. Мерлин добавляет, что в настоящее время Уруком правит могущественный король Гильгамеш. Он самый жестокий из древних королей. Гильгамеш разорвал все связи с божественными существами, потому что считал их высокомерными. Гильгамеш также считает, что все сокровища мира принадлежат ему. Гильгамеш был героем, рожденным от божественного начала и от человека. После того, как он стал тираном, божественные существа создали Энкиду, чтобы наказать его. Однако они стали друзьями. Мерлин обещает, что позже расскажет им всю историю. Вскоре они подходят к городским воротам, и стражник пропускает их в город после того, как Мерлин показывает ему знак, который у него с собой. Они поражены размерами и инфраструктурой города. Люди здесь тоже выглядят очень оживленными, и создается впечатление, что никакой войны нет. В городе все спокойно, и у каждого есть чем заняться. Позже они осмотрят город, но сейчас им нужно встретиться с королем. Король находится в Зикурате. Зикурат – это храм и алтарь для жителей Месопотамии. Они входят в тронный зал, где король принимает ежедневные отчеты от своего помощника Сидури. Мерлин берет Фуджимару за руку и ведет его к королю, чтобы представить. Похоже, что король знает, кто такие Фуджимару и Маш, но он говорит, что хочет проверить их силу. Он вызывает их на поединок. Мерлин знает, насколько силен Гильгамеш, поэтому он просит Анну помочь им. Троица нападает на Гильгамеша, но он не двигается с места, чтобы отразить их атаки. Они несколько раз пытаются атаковать его, но он легко отражает все их удары. Он считает, что бой окончен, когда троица не может нанести ему ни одного удара. Он говорит им, чтобы они покинули его владение, потому что он не хочет иметь с ними ничего общего. Фуджимару пытается объяснить королю, зачем они пришли, но Гильгамеш говорит, что ему известно все. Поэтому он знает, кто они и зачем они здесь. Чтобы еще больше их удивить, Гильгамеш достает святой Грааль и говорит, что он у него. Он знает, что три союза божественных существ тоже охотятся за Граалем. Гильгамеш считает Грааль частью своих сокровищ и не видит причин отдавать его Фуджимару. Тогда Фуджимару предлагает сразиться с тремя союзами божественных существ в обмен на святой Грааль. Гильгамеш слышит это и разражается хохотом. Гильгамеш не может поверить, что Фуджимару надеется победить трех божественных женщин. В этот момент в зал входит один из стражников и сообщает Гильгамешу, что одна из трех божественных женщин, Иштар, направляется в город. Он еще не закончил говорить, когда Иштар врывается в зал через крышу. Фуджимару узнает в ней женщину в золотых доспехах. Гильгамеш насмехается над Иштар, говоря, что она все еще неравнодушна к людям. Это приводит ее в ярость, и она атакует Гильгамеша магией, но Маш встает между ними и отражает атаку. Анна и Маш вступают в бой с Иштар, но она намного превосходит их по силе и легко сбивает их с ног. Она уже готова прикончить Анну, но Фуджимару встает у нее на пути. Внезапно Иштар меняет свое решение и решает пощадить ее. Она говорит Гильгамешу, что просто прогуливалась и решила заглянуть к нему. Она садится в свое летающее устройство и на огромной скорости улетает прочь. Гильгамеш хорошо знаком с Иштар и знает, что она доставляет много хлопот. Гильгамеш говорит Фуджимару, что он еще не готов к поездке в Халдею, но он может остаться в городе, если хочет помочь. После того, как они покидают тронный зал, Мерлин говорит Фуджимару, что им нужно добиться успеха, чтобы получить аудиенцию у Гильгамеша. Судзири будет отвечать за их пребывание в городе. Она будет давать им задания. Самый быстрый способ привлечь внимание Гильгамеша – это добиться заметных успехов. Это включает в себя выполнение простых работ в городе. Судзири отводит их в их временное жилище, которое также считается посольством Халдеи. После того, как они обустраиваются, Маж устанавливает голографический монитор, чтобы связаться с главным штабом. Доктор Роман говорит Фуджимару, что им нужно быть осторожными, потому что они не знают, кто их враг. Они как раз обсуждают это, когда приходит несколько других магов-слуг. Вскоре после этого они садятся за стол, чтобы поговорить и выпить. Фуджимару удивлен, что Гильгамеш пригласил нескольких слуг, чтобы они помогли ему. Среди слуг Бенкей, Леонид и Ушивакамару. Вскоре им приносят тарелку с бараниной, и Фуджимару говорит, что мясо очень вкусное и сочное. Анна больше всего беспокоится о пирожном с кремом, которое ей подали. Она даже просит оставить немного на завтра. Сидури разрешает ей это сделать, но она должна съесть его до полудня следующего дня. Через несколько минут Сидури рассказывает Фуджимару о том, как Гильгамеш наблюдал за смертью Энкиду. После его смерти он похоронил его в подземном мире. Фуджимару спрашивает, знает ли Гильгамеш о том, что существует поддельная версия Энкиду, которого превратили в его врага. Мерлин говорит, что Гильгамеш знает об этом, но они не встречались лично. На следующий день Фуджимару и Маш получают свое первое задание. Они должны помогать строителям в изготовлении кирпичей. Шли дни и им поручали все больше и больше заданий. Однажды Фуджимару спрашивает Анну, как ей удалось выжить. Всем известно, что маги, которые заключают контракт со слугами, обеспечивают их частью магической энергии, которую они используют. Анна рассказывает, что она очнулась в лесу и сразу поняла, что нужно делать. Ей нужно было только убивать демонических тварей. Она убивала их и использовала их души, чтобы поддерживать свое существование. Фуджимару предлагает ей заключить с ним контракт, но она скромно отказывается. В следующей сцене группа получает сообщение от Сидури, что в этот день у них нет никаких заданий. Это будет их выходной. Они должны провести этот день в Уруке, наслаждаясь жизнью. Поскольку это их выходной, Анна просит Фуджимару и Маш сопроводить ее кое-куда. Они приходят в пещеру, где им приходится сражаться со злыми духами, обитающими внутри нее. Анна объясняет, что злые духи похожи на демонов, которые распространяют свою власть по всему городу. Затем Анна спрашивает Фуджимару, почему он может свободно общаться с людьми этой эпохи. Фуджимару отвечает, что для него они ничем не отличаются от людей его времени. Он просто хочет помочь, и это самое главное. Прошел месяц с тех пор, как Фуджимару и Маш прибыли в Урук. Они уже привыкли к жизни в Уруке. У них есть ежедневные обязанности, и они больше не жалуются. После работы они возвращаются домой и видят в темном переулке бездомного. Они понимают, что он голоден и нуждается в помощи. Фуджимару предлагает ему помочь, и Маш соглашается. Фуджимару дает бездомному хлеб, чтобы тот поел и утолил голод. Бездомный благодарит их за доброту и решает, что он тоже должен что-то им дать. Он говорит, что скоро на Урук обрушатся три бури. Он продолжает, говоря, «Не сочувствуй ненавидящему, не радуйся радостному, не восхваляй страдающего». Сказав это, он исчезает без следа. Фуджимару и Маш понимают, что на Урук надвигаются бури. Ночью Фуджимару не может уснуть и выходит на улицу, чтобы подумать о том, что сказал ему старик. Маш вскоре присоединяется к нему. Фуджимару рассказывает о людях, которых они потеряли во время путешествия. Он вспоминает, как они потеряли и своего директора. Мэш пытается его успокоить, говоря, что все потери были не напрасны. Им удалось восстановить шесть аномалий. Фуджимару задается вопросом, всегда ли он принимал правильные решения. Мэш уверяет его, что все его решения до сих пор были правильными. Поэтому она всегда будет рядом, чтобы поддержать его. Фуджимару благодарит ее за доверие и заверяет, что он тоже будет верить в свой выбор. На следующее утро Фуджимару и его команда приходят к Гильгамешу в его покое. Когда они входят в тронный зал, Гильгамеш держит в руках Грааль. Гильгамеш хвалит их за проделанную работу. Он признает их достижение. Затем он приказывает им отправиться в город Ур и выяснить, что там происходит. После того, как Фуджимару и его команда покидают Гильгамеша, он говорит, что король в прекрасном расположении духа. Он даже показал им святой Грааль. Однако Фуджимару считает, что этот Грааль отличается от остальных шести, которые он нашел. Мерлин хвалит Фуджимару за то, что он заметил разницу. Мерлин говорит Фуджимару, что чаша, которую держит Гильгамеш, это не Грааль. Он понятия не имеет, у кого сейчас находится Грааль. Он уверен, что у Гильгамеша нет Грааля. Кто сейчас владеет Граалем, пока неизвестно. Перед тем, как отправиться в путь, Ушива находит Фуджимару и желает ему удачи в его миссии. Как только они покидают город, они сталкиваются с демоническими тварями. Мерлин объясняет, что существует несколько видов демонических тварей, и есть такие, с которыми Фуджимару еще даже не сталкивался. Он еще не закончил рассказывать свою историю, когда группа оставила его позади. Вскоре они оказались в джунглях, ведущих Куру. Пробираясь через джунгли, они быстро устают от палящего солнца. Мерлин расстроен и сожалеет, что они не наняли проводника для этого путешествия. Как раз в этот момент они слышат женский голос, доносящийся из леса. Человек, который произносит этот голос, появляется в костюме Ягуара. Она представляется как человек-ягуар. Анна пытается напасть на нее, но она снова исчезает в лесу. Она говорит группе, что они еще встретятся. Она говорит группе, что их следующая встреча будет испытанием, так что им следует подготовиться. Скоро они прибудут в город Ур. Они узнают, что деревья растут и внутри города. Они потрясены, увидев, что люди, живущие в городе, находятся в полной безопасности. Однако люди выглядят грустными, чего не должно быть. Они говорят людям, что находятся в городе по просьбе короля. Поскольку они знают, что теперь все в безопасности, они могут вернуться и попросить короля прислать спасательный отряд. Однако люди говорят, что в этом нет необходимости. Они говорят, что в Урё очень безопасно, так что нет необходимости переезжать или быть спасенным. Позже той же ночью Мерлин говорит Фудзимару собрать жителей города на следующий день, потому что ему нужно кое-что с ними обсудить. На следующее утро люди уже собрались. Все они выглядят мрачными и печальными из-за людей, которые находятся в безопасности. Мерлин разговаривает с представителем народа. Он спрашивает, почему они не хотят, чтобы их спасли. Они отвечают, что в городе безопасно, пока их окружает лес. Демонические твари не смогут проникнуть в город, пока они будут соблюдать правила, установленные лесным божеством. Мерлин понимает, почему люди в безопасности в этом городе. Он говорит, что они приносят жертвы. Он предполагает, что в жертву каждый день приносят одного человека. Вот почему среди них так мало мужчин. Они пытаются оправдать свои действия, говоря, что жертвы необходимы. Все, что им нужно делать, это приносить в жертву Ириду одного человека в день, и тогда они будут в безопасности. Это приводит Маш в ярость, но люди говорят, что не стоит их осуждать, потому что они не встречались с лесным божеством. Она ужасное божество. В этот момент появляется девушка из леса. Фуджимару и его команда понимают, что девушка и есть то самое лесное божество. Ягуармен говорит, что все жертвы, которые она принимала, были вынуждены работать в Ириду. Она говорит, что не позволит им спасти людей. Она призывает свой посох, чтобы показать, насколько она серьезна. Анна и Маш тоже призывают свое оружие. Между троицей завязывается бой, но он довольно односторонний. Дуэт не может нанести ни одного удара Ягуармену. Фуджимару сталкивается с Мерлином и просит совета. Мерлин говорит ему, что девушка может показаться не такой уж сильной, но она божественного происхождения, а значит очень могущественна. У них нет шансов победить ее, и им нужно отступить. Ягуарман уже готов был расправиться с Анной, но Фуджимару решил, что им нужно бежать. Мерлин создал портал для телепортации и увел их оттуда, прежде чем Ягуарман успел их прикончить. После того, как им удалось спастись, Фуджимару сказал, что им нужно доложить обо всем королю. Однажды утром Фуджимару и его команда были потрясены, увидев Гильгамеша в их доме. Он сказал, что лично отправится с ними в путешествие, чтобы они могли исследовать качество воды в Персидском заливе. Как ни странно, он тоже будет сопровождать их в этой поездке. Однако в путешествие отправятся только Фуджимару и машин. Они направляются в обсерваторию в Персидском заливе, чтобы взять пробы морской воды и привезти их в Урук. Гильгамеш лично подготовил повозку и ослов, которых они возьмут с собой в дорогу. По пути Гильгамеш говорит, что он сопровождает их только потому, что хочет посмотреть на море. В штабе они слушают все их разговоры и наслаждаются ими. Позже Гильгамеш останавливает повозку и просит Фуджимару и Маш рассказать ему о своих приключениях. Маш рассказывает о том, как она впервые встретила Фуджимару. Когда настала очередь Фуджимару рассказывать о своих приключениях, он просто рассказал о том, как весело ему было с командой. После того, как они закончили, Гильгамеш посмеялся над ними и сказал, что их истории довольно скучные. Вскоре после этого троица прибывает в обсерваторию. Гильгамеш говорит, что исследователи в обсерватории собрали воду, которую они привезут в Урук. Мэш хочет узнать, так ли цена вода в этом районе, что ее необходимо исследовать, но Гильгамеш отказывается отвечать. Войдя в обсерваторию, исследователи с удивлением видят среди них самого короля. Они и представить себе не могли, что он придет сюда. Это дало бы им время подготовиться к его визиту. Фуджимару знакомят с исследователями. Позже, в тот же день, Фуджимару и Мэш отправляются на пляж возле обсерватории. Гильгамеш остается в обсерватории, потому что у него есть дела. Они сидят на пляже и разговаривают с доктором Романом из главного офиса. Он рассказывает о том, какая здесь спокойная обстановка. Он говорит, что седьмая сингулярность превосходит все остальные шесть, которые они посетили в прошлом. Мэш вспоминает совет, который она получила от одного из своих тренеров. Она говорит Мэш, что нужно всегда защищать слабых, где бы она ни оказалась. Они все еще обсуждают это, когда вдруг замечают, что к ним что-то приближается. Мэш быстро поднимает свой щит, чтобы защитить их от того, что надвигается на них. Неизвестный объект приземляется на пляже, и они с удивлением видят перед собой Энкиду. Энкиду подходит к ним и говорит, что они отправляются в опасные места без сопровождения. Он говорит, что они правы, и что он на самом деле не настоящий Энкиду. Он говорит, что он враг людей, пока его не уничтожат. Он создает бесконечное количество лезвий и направляет их на Мэш и Фуджимару. Мэш пытается защитить их своим щитом, но этого недостаточно. Она падает на землю. Она почти повержена, но Фуджимару отталкивает ее в сторону. Акиду создает клинок, который мог бы уничтожить их обоих, если бы не своевременное вмешательство Гильгамеша. В тот момент, когда он смотрит на Гильгамеша, Эндоку хватается за голову, словно от боли. Между ними завязывается драка. Фуджимару и Мэш пытаются объяснить Гильгамешу, что ему следует быть осторожным, потому что он сражается с самозванцем Энкиду. Энкиду говорит, что он самое могущественное существо на планете, и никто не сможет ему противостоять. Энкиду добавляет, что Гильгамеш враг его матери. Поэтому его нужно убить. Сражение между ними – это ужасное зрелище. Два могущественных существа создают разрушительные магические атаки, чтобы сразиться друг с другом. Акиду создает очень мощное заклинание, которое повергает Фуджимару и Маша в ужас. Они боятся, что заклинание уничтожит Гильгамеша. После того, как заклинание попадает в цель и пыль рассеивается, они видят, что Гильгамеш стоит невредимой. В последнюю минуту Энкиду меняет направление заклинания, и оно попадает в землю. Энкиду смотрит прямо в глаза Гильгамеша и улетает. После его ухода Фуджимару и Маш поблагодарили Гильгамеша за помощь. Однако он говорит им, что ничего не сделал. И Киду мог бы убить их, если бы захотел. Он не понимает, почему он этого не сделал. Гильгамеш говорит им, что им пора возвращаться в Урук. Он увидел то, что хотел увидеть, и больше не имеет никакого отношения к этому месту. Позже Энкиду сидит на горе, обхватив голову руками. Он не понимает, почему отступил, когда мог бы убить Гильгамеша. Часть его сознания хочет обсудить с Гильгамешем, когда и как он должен будет его убить. В конце концов он решает, что Гильгамеша нужно убить. В конце концов он же не Энкиду. Затем Гильгамеш вызывает Фуджимару и его команду в тронный зал. Он хочет, чтобы они принесли ему скрижаль судеб. На этой скрижале записано будущее, которое Гильгамеш увидел в своих прошлых медитациях. Он хочет, чтобы они отправились в Куту и вернулись со скрижалью. Куту – один из городов, находящихся под контролем Иштар. Однажды им придется столкнуться с Иштар, говорит он. После того, как они покидают тронный зал, Мерлин сообщает Фуджимару, что Куту превратился в пустыню. После того, как три божества объединились, город внезапно опустел. Жители города умерли во сне, и никто не знает, почему это произошло. Они начинают собирать вещи, необходимые для путешествия. Анна тоже отправится с ними. Ушива тоже хотела бы присоединиться к ним, но она направляется к Северной Стене. Анна так взволнована предстоящим путешествием, что даже забывает, что они отправляются в путь уже завтра. Позже той же ночью Ушива Камару приходит поговорить с Фуджимару. Фуджимару говорит ей, что ее история хорошо известна в его времени. О ее героических поступках тоже хорошо известна в его времени. Ушива видит, какой Фуджимару хороший человек, и клянется ему в верности. Она говорит, что сейчас служит Гильгамешу, но всегда будет рядом, чтобы защищать и Фуджимару. Фуджимару не хочет, чтобы ее клятва звучала так, будто он ее господин, поэтому он тоже клянется ей в верности как другу. Хотя их поле сражений находится в разных местах, их сердца всегда будут вместе. Это клятва Фуджимару, которую он дает Ушива Камару. На следующий день команда отправляется в Куту. Вскоре они встречают пастуха, который пасет овец в пустынной местности. Они спрашивают его, что случилось с городом. Он рассказывает им, что это дело рук и штар. Она грабит и разрушает все вокруг. Они все еще не могут поверить, что божественное существо может быть таким жестоким. Однако Фуджимару все еще не может заставить себя возненавидеть ее. Вскоре после этого они прибывают ко входу в Куту. Фуджимару издалека видит, что город разрушен. Кроме того, в окрестностях нет никаких признаков присутствия демонических тварей. Такое ощущение, что они боятся заходить в город. Они даже не пытаются этого сделать. Команда решает разбить лагерь на окраине города и продолжить поиски на следующий день. Той ночью, пока Анна и Мана спят, Фуджимару делает небольшую зарядку. Он знает, что Маш защищает его, но он тоже хочет быть полезным. На следующее утро группа входит в город. Город может быть и небольшой, но он все равно слишком велик для того, чтобы найти в нем таблички. Поскольку демонические твари не заходят в город, они решают разделиться и поискать таблички. Они должны найти их до наступления темноты, иначе у них будут проблемы. Они также рассчитывают на Фу, потому что он может и не выглядеть сильным, но на самом деле он очень силен. Вскоре они разделяются, чтобы найти таблички. Вскоре после этого Фуджимару кажется, что он увидел позади себя человеческую тень. Он начинает искать источник аномалии. Вернувшись в штаб-квартиру, они обнаружили, что сигнал от Фуджимару пропал. Он идет по следу аномалии, ведущей в пещеру. Внезапно его окружают скелеты в черных одеждах. Они сообщают ему, что он находится в подземном мире, куда ему не следовало басоваться. Оказывается, что люди в черном — это призраки. Они уже готовы напасть на Фуджимару, когда появляется их предводитель и отчитывает их. Выясняется, что их предводитель — тот самый старик, которому Фуджимару отдал хлеб. Он знает, что Фуджимару попал в подземный мир не по своей воле. Поэтому он решает вернуть Фуджимару в мир живых. Он передает Фуджимару послание для мага. Он просит Фуджимару передать магу, что в подземном мире все в порядке. Перед тем, как вернуться, Фуджимару представляется как Зевс. Вскоре после этого Фуджимару открывает глаза и видит, что находится в окружении своей группы. К его удивлению, в руках у него планшет с предсказаниями. Фуджимару передает Мерлину послание, которое ему передал Зевс. В этот момент к группе приближается магическая энергия. Оказывается, что это Иштар. Она говорит, что слышала, как они расспрашивали пастухов. Она оправдывается, говоря, что деньги, которые она собирает с фермеров, это плата за то, что она спасает их от демонических тварей. Иштар устала и сразу же нападает на группу. Фуджимару использует себя как приманку. Иштар бросается за ним, но Анна использует свою цепную атаку, чтобы поймать ее, и Иштар падает на землю. Иштар смотрит на нее и теряет сознание. Вскоре она приходит в себя и обнаруживает, что связано. Фуджимару говорит, что у них есть несколько вопросов к ней относительно союза божественных существ. Сначала Фуджимару спрашивает ее, почему божественные существа нападают на Урук. Она рассказывает, что она и еще два божественных существа соперничают между собой, чтобы выяснить, кто первым уничтожит Урук. Они хотят завладеть Граалем, который находится у Гильгамеша. Тот, кто получит Грааль, получит право управлять страной. Фуджимару хочет узнать имена двух других божественных существ. Но Иштар говорит, что не может назвать их имена, даже если бы ей грозила смерть. Однако она говорит им одну вещь. Она говорит, что ее призвал храм в Уруке. А двух других божественных существ привлек сюда святой Грааль. Внезапно их окружают призраки. Группа готовится к побегу, но Фуджимару спасает Иштар, прежде чем они успевают скрыться. Иштар удивлена этим, и в итоге она помогает Группе выбраться. Фуджимару благодарит ее за помощь, и это снова поражает ее. Однажды ночью Фуджимару просыпается от кошмара. Он видит себя перед королем магов Соломоном. Он рассказывает Группе о своем сне. Очевидно, что Фуджимару столкнулся с Соломоном, когда они искали четвертый Грааль в Лондоне. Это чудо, что он остался жив после этой встречи. Им нужно заполучить последний Грааль, чтобы иметь шанс противостоять Соломону и другим могущественным магам. После обсуждения группа решает отправиться к Северной Стене. В этом районе участились нападения демонических тварей. Вскоре после того, как они добираются до места, несколько демонических тварей прорываются сквозь стену. Маж Леонидас и Анна легко справляются с теми немногими, кто прорвался через стену. Наступает вторая волна, но и она уничтожается. Третья волна тварей несется к стене, но их уничтожает большая пушка. Леонидас приказывает солдатам приготовиться к очередной атаке. Фуджимару спрашивает о пушке, и Леонидас объясняет ему, что это оружие стреляет сокровищами Гильгамеша и уничтожает врагов с помощью магической энергии. Гильгамеш готов сделать все, что в его силах, чтобы выиграть войну. Остаток дня Леонидас проводит, наблюдая за тем, как солдаты укладывают кирпичи. После тяжелого рабочего дня группа уже устала, но их ждет сытный ужин. Ушива рассказывает группе о ситуации на фронте. Она говорит, что они в первую очередь спасают детей и женщин. Демонические звери в последнее время объединились, и у них нет возможности прорваться сквозь их ряды. Фуджимару хочет спасти любого гражданина, который попал в беду, если у них есть хоть малейший шанс на спасение. Позже ночью Анна и Мерлин садятся поговорить, пока Фуджимару и Маш спят. Мерлин говорит, что знает, почему Анна так настороженно относится к людям. Дело не в том, что она боится людей, и не в том, что она не хочет, чтобы они узнали, кто она такая. Из разговора между ними становится ясно, что Анна – божественное создание, но она пытается это скрыть. Когда группа узнает, кто она на самом деле, это станет для них большим сюрпризом. Это может стать для них козырем в войне. Мерлин знает, что Фуджимару не будет волновать, божественное ли создание Анны или нет. Мерлин и Анна приходят к выводу, что ничто не мешает им сражаться за людей. Они могут отличаться от них, но некоторых из них стоит спасти. На следующее утро солдаты собираются в поход, чтобы исследовать местность за пределами города. Фуджимару очень нервничает, но Леонидас находит способ его успокоить. Группа солдат отправляется в путь. Ушива и солдаты должны вступить в бой с демоническими тварями, а Фуджимару и остальные займутся другим делом. Они направляются в Нипур, чтобы спасти горожан, которые могут оказаться там. Вскоре после этого Ушива узнает, что демонические твари разгадали их тактику и теперь охотятся за Фуджимару. Фуджимару и его команда добираются до города и обнаруживают, что там никого нет. Фуджимару огорчен тем, что они не успели вовремя. Однако они видят на полу следы красной жидкости и сразу же идут по ним. Они добираются до центра города и видят Энкиду, стоящего посреди кровавого следа. Фуджимару спрашивает его, что он сделал с жителями города. Энкиду отвечает, что они в настоящее время используются как источник питания. Он объясняет, что люди являются инструментами и расходным материалом для создания демонических тварей. Фуджимару приходит в ярость и говорит, что Энкиду не имеет ничего общего с настоящим Энкиду. Он считает, что Энкиду всего лишь человекоподобная кукла, созданная по образу настоящего Энкиду. Энкиду не теряет времени даром и вступает в бой с группой. Он призывает демонического зверя Угалу, чтобы тот сразился с группой. Угалу – гигантский демонический зверь, похожий на льва. Анна с радостью вступает в бой с чудовищем. Фуджимару просит Мерлина помочь Анне, и тот соглашается. Он произносит заклинание, которое делает клинок Анны еще более мощным. Анна одним ударом рассекает монстра. В этот момент фальшивый Энкиду хватает Анну и сковывает ее цепями. Он понимает, что Анна сильна, и поэтому ее нужно как можно скорее убить. Он собирается это сделать, но Мерлин приказывает Фу сделать что-нибудь с этим. Он знает, что у Фу есть запас магической энергии, которая сейчас необходима. Фу высвобождает энергию, и она передается Анне. Анна получает заряд энергии и вырывается из оков, которые ее удерживали. Это даже удивляет фальшивого Энкиду. Внезапно из-под земли появляется гигантский змей с человеческой головой. Доктор Роман сразу же определяет его сущность. Он говорит, что дух змея относится к божественному классу. Его классификация Мститель. Тот, кто жаждет мести из-за обиды. Это восьмой класс, который не должен существовать. Змей поворачивается к ним и говорит, что она Тиамат, мать всех чудовищ. Она глава союза трех богинь. Тиамат заклятый враг человечества, и она хочет уничтожить его. Фальшивый Энкиду и Киду с удивлением видят, что перед ними стоит Тиамат. Похоже, их план состоял в том, чтобы Тиамат проснулась в последний день. Но теперь планы изменились. Тиамат готова уничтожить Фудзимару, который также известен как последний повелитель человечества. Тиамат нападает на Фудзимару, но Мерлин отражает ее атаку и нейтрализует ее. Он приказывает Фудзимару и Анне бежать, пока он будет сражаться с Тиамат. Он бессмертен, поэтому ему нечего бояться. Мерлин чуть не наложил в штаны, когда понял, что у Тиамат есть око окаменения. Он, не теряя времени, говорит Фудзимару, что хочет пойти с ними. Тиамат собирается уничтожить их, но тут появляется Ушива, и в ее теле просыпается жажда мести. Она останавливает атаку Тиамат и приказывает команде бежать, пока они еще могут это сделать. Она бесстрашно вступает в бой с Тиамат. Фудзимару не хочет уходить, но Ушива обещает, что вернется к ним. После их ухода Ушива продолжает сражаться со змеем. Она храбро сражается, и даже Тиамат поражена этим. Фудзимару и его команде удается добраться до стен. В этот момент из-под земли появляется Тиамат. Она избивает Ушиву, но хвалит ее за храбрость. Она уже готова обрушить на них свой гнев, но тут появляется Леонид со своими воинами, которые выглядят очень сильными. Леонид говорит Фудзимару и остальным, что он и его люди продолжат сражение там, где остановились. Тиамат нападает на Леонида и его воинов, но они поднимают щиты, чтобы отразить атаку. Она пытается использовать свои мистические глаза, но это не помогает. Тиамат разочарована тем, что есть люди, способные противостоять ее атакам. Леонид говорит, что его предок Геракл – сын Зевса. Леонид – царь Спарты, страны которой покровительствует Арес. Леонид говорит, что знает, кто такая Тиамат на самом деле, потому что у настоящей Тиамат нет глаз, способных превращать людей в камень. Атака Тиамат уничтожила всех воинов Леонида, и остался только он. Леонид использует свою самую мощную атаку, чтобы сразиться со змеем. Он проходит сквозь змея и называет ее настоящее имя – Гаргона. Леонид падает на колени и медленно превращается в пыль. В тот момент, когда Леонид умирает, Ушива, узнав, кто такая Гаргона, поднимается на ноги. Она тоже использует свои сильнейшие заклинания и навыки владения мечом, чтобы сразиться с Гаргоной. Она бегает вокруг Гаргона и наносит удары с невероятной скоростью. Она вкладывает в удары всю свою силу, но Гаргона побеждает ее. Это шокирует Фуджимару, потому что никто не ожидал, что змей окажется таким сильным. Гаргона готова уничтожить Урук и все, что в нем есть, но Энкиду останавливает ее. Он говорит, что люди им пока нужны. От них зависит рождение чудовища. Гаргона велит Фудзимару и остальным поблагодарить ее сына за то, что он ее сдерживает. Однако она вернется через 10 дней, чтобы уничтожить Урук и все остальное. После ее ухода Фудзимару спрашивает Энкиду, каковы его истинные намерения. Тот называет свое настоящее имя Кингу. Кингу – это божественное существо, которое в вавилонской мифологии привело потомство Тиамат к власти. Кингу говорит, что он был создан, чтобы заменить людей. Он новое поколение человечества. Рассказав им все это, он тоже уходит. Они возвращаются к стене, где все солдаты в унынии из-за смерти Леонидуса. Он всегда был сильным лидером и превосходным воином. Он защищал стену в течение нескольких месяцев. После его смерти солдаты выглядят подавленными и не желают продолжать службу. В этот момент помощник Ушивы Бенкей тоже говорит Фудзимару, что он отказывается от своих обязанностей. Он считает себя трусом, недостойным того, что они делают у стены. Фудзимару пытается убедить его, но безуспешно. После ухода Бенкея Фудзимару удается убедить остальных солдат продолжить дело Леонида. Они могут начать с восстановления поврежденной части стены. Позже мы видим, как Ушива просыпается на одной из фабрик, где создаются демонические звери. Она встречается лицом к лицу с Энкиду. Она сразу понимает, что Энкиду и Тиамат собираются использовать ее как семя для создания демонических зверей. Ушива привязана к месту, похожему на мозг, где она постепенно превращается в демонического зверя. Ушива начинает насмехаться над Энкиду и Тиамат, которые хотят уничтожить человечество и сделать Энкиду своим правителем. Это приводит Энкиду в ярость. Он освобождает Ушиву из заточения и говорит, что сам отведет ее к Тиамат. Ему не терпится увидеть, каким чудовищем она станет. Далее Фудзимару и его команда встречаются с Гильгамишем. Они обсуждают то, что им удалось узнать. Теперь они знают, что в этом замешана Гаргона. Мерлин рассказывает им историю Гаргоны. Она была одной из трех сестер в Древней Греции. Их младшая сестра Медуза прогневала Афину, и та наказала ее. Медуза была изгнана на отдаленный остров, и две другие сестры решили последовать за ней. Пока они жили на острове, герои и другие люди пытались уничтожить их. Однако сестры уничтожили всех людей, которые пришли за ними. Во время этих событий Медуза сходит с ума и в конце концов убивает своих сестер. Она была рождена божеством, обладающим силой трех сестер. Ее ненависть к людям была вызвана тем, что они сделали с ней. Тем временем она очнулась после того, как сбежала от Энкиду в Нипуре. Она направляется обратно в Урук. Чтобы осуществить свой план, Гильгамеш говорит, что им нужно найти способ привлечь Иштар на свою сторону. Он оставляет Фуджимару с заданием сделать это. Фуджимару и его команда готовятся покинуть город, чтобы отправиться на задание. И тут они встречают Анну. Они рады видеть, что она жива и здорова. Она извиняется за то, что не смогла помочь им в Нипуре. Они говорят ей, что у них уже есть новое задание. Они направляются к горе Иби. Говорят, что там находится храм Иштар. Они отправились туда, чтобы попытаться убедить ее присоединиться к ним. Вскоре после этого они прибыли в храм Иштар. Не прошло и минуты, как появилась Иштар и напала на них. Она сказала, что они не имеют права просто так врываться в ее храм. Фуджимару попытался объяснить ей, что они всего лишь хотят поговорить. Но ей было все равно, потому что она заявила, что не является другом людей. Она была готова уничтожить их без всякой жалости. Она снова напала на них. На этот раз Анна и Маш защищались, а Мерлин и Фуджимару разрабатывали план. Мерлин создал иллюзию Фуджимару, чтобы дать настоящему Фуджимару возможность подобраться к Иштар. Фуджимару подошел к Иштар и высыпал перед ней драгоценные камни и золото. Иштар тут же замерла. Очевидно, Иштар была увлечена драгоценностями и украшениями, потому что она не получала их в качестве подношений. Это был план Гильгамеша, чтобы привлечь ее на свою сторону. Иштар прекратила нападать на них, когда увидела драгоценности. Ей показали еще одну тележку, полную драгоценностей. Они также пообещали ей 25% сокровищ Гильгамеша, если она согласится сражаться на их стороне. Иштар не смогла отказаться от такого предложения. Она пыталась сопротивляться искушению, но безуспешно. В конце концов она согласилась на сделку, и это их обрадовало. Она сказала, что это начало их новых отношений. Она высокомерно приказала Фуджимару встать на колени и поцеловать ее ноги в знаках договора. Позже ночью Роман задал Иштар несколько вопросов о теле, в котором она находилась. Она заверила Романа, что не убивала владелицу тела и не разрушала ее душу. Они объединились, но Иштар забирает себе 70% всего. Владелец тела находится в полной безопасности, и это радует Романа. Группа и Иштар возвращаются в Урук. Они счастливы, что Иштар теперь на их стороне. Теперь у них есть шанс победить в войне. Иштар известна как самое могущественное божество в Месопотамии, и это уже кое-что значит. Иштар краснеет от лести, которую слышит от группы. Она просит их успокоиться, потому что она еще ничего особенного не сделала перед ними. Они также говорят о ее оружии, которое называется Гугалана, небесный бык, подаренный ей божеством Анной. Это оружие будет последним средством в борьбе с Горгоной. Вскоре они разбивают лагерь, чтобы отдохнуть и продолжить путь на следующее утро. Ночью Иштар просыпается и видит, что Фуджимару еще не спит. Она удивлена, что Фуджимару заботится о своих слугах. Она спрашивает, боится ли он ее, как и все остальные, но он отвечает, что нет. Затем она начинает рассказывать о союзе трех божественных существ. Она на сто процентов уверена, что божество, покровительствующее демоническим тварям, никогда не пойдет с ними на мир. Божество из джунглей может пойти на это, но она не уверена. Она третье божество в союзе и теперь на их стороне. Она рассказывает, что присоединилась к союзу, когда узнала, что люди хотят уничтожить божеств. Она защищала людей на протяжении десятков тысяч лет, и то, что они сделали, причинило ей боль. Однако она не враг людям. Фуджимару рад, что Иштар поделилась с ним своим секретом. После этого Иштар отправляется спать. Вскоре группа добирается до Урука, и они встречаются с Гильгамешем в его покоях. Как обычно, Гильгамеш и Иштар обмениваются колкостями. Затем он рассказывает группе, что его план по уничтожению Гордона находится в другом месте. Его целью является божественный топор Мордука, которым он пронзил горло Тиамат. Это оружие, которое он хочет использовать против Гордона. Гильгамеш говорит, что топор находится где-то в Эриду. Эриду – это первый город в шумерской мифологии, где впервые было даровано божественное право на власть. Он расположен на юге за Уром. Это заставляет команду вспомнить человека-ягуара, с которым они уже встречались. Иштар рассказывает им, как можно с ней справиться. На юге есть могущественное божественное существо по имени Кетцелькаатль. Говорят, что она даже сильнее Гордона. На самом деле она божественное существо, которое правит этой территорией. Человек-ягуар – всего лишь ее помощник. Человек-ягуар работает на нее. В этот момент во дворец вбегает стражник и сообщает группе, что южные ворота разрушены. Ворота разрушила никто иная, как женщина по имени Кетцелькаатль, и она направляется во дворец. Она уже почти вошла во дворец, но Фудзимара и его команда останавливают ее снаружи. Она выглядит устрашающе, когда улыбается и шутит с ними. Она говорит, что пришла немного разрушить город. Она также является членом Союза Божественных Существ. Мерлин представляет ей Фудзимара. Она сразу же влюбляется в Фудзимара. Она не против присоединиться к ним, если Фудзимара согласится на ней жениться. Это шокирует команду, но Кетцелькаатль продолжает разговор, прежде чем они успевают ответить. Она признается, что мать попросила ее помочь уничтожить людей. Она сделает это по собственной воле. Она решила убивать по 100 человек в день. На сегодня она уже выполнила дневную норму и вернется на следующий день, чтобы продолжить. Не теряя времени, она призывает свою птицу и улетает. После ее ухода появляется ягуар, чтобы собрать людей, убитых Кетцелькаатлем. Позже команда встречается с Гильгамишем в его покоях. Они жалуются на Кетцелькаатля. Если она продолжит разрушать город, это подорвет боевой дух солдат, сражающихся с демонами. Они не могут противостоять ей, и им нужен план, как ее обезвредить. Мерлин не может использовать свои способности, чтобы следить за ней, потому что это только разозлит ее. Роман предлагает, что лучшим решением будет напасть на нее. Им нужно проникнуть на ее базу. У Романа есть предположение, где она находится. Это храм, посвященный ее поклонению. Они пришли к выводу, что храм находится где-то на юге. Когда Фуджимару отправился исследовать город Ур, оттуда исходила мощная магическая энергия. Теперь они направляются в Эриду и уничтожат символ храма, чтобы ослабить ее божественную силу. Это даст им шанс противостоять ей. Они также воспользуются возможностью, чтобы вернуть свитки Мордука. Вскоре группа отправляется в Эриду. Чтобы добраться туда, им придется пройти через джунгли. Они задаются вопросом, кто же мать Кецелькаатля. Мерлин говорит, что это может быть никто иной, как божественное существо, Тиамат, повелительница зверей. Они также знают, что Кецелькаатль сражается с людьми, потому что ее об этом попросила мать. Это значит, что она делает это не по своей воле. В этом отношении у них тоже есть шанс. Той ночью Иштар говорит Фуджимару, что Кецелькаатль – это доброе божество. Ничто доброе не может причинить вред. Все, что может причинить ей вред, должно быть злым по своей природе. Иштар считает Фуджимару своим единственным другом. Это радует Фуджимару, ведь теперь Иштар считает его своим другом. На следующее утро, когда они продолжают свой путь через джунгли, они снова встречают воина Ягуара. Они просто игнорируют ее, несмотря на все ее угрозы. Она пытается напасть на них, но Иштар легко ставит ее на место. Затем она признается, что у нее нет хозяина, и поэтому она работает на Кецелькаатля. Как обычно, Фуджимару удается договориться с воином Ягуаром, и он убеждает ее присоединиться к ним. Комплименты действуют на нее, и она быстро соглашается. Джунгли — это ее родной дом, так что это для них плюс. Она обещает быстро привезти их в Эриду. Вскоре они прибывают в поселение, где видят солдат, которых похитили в Уруке. Оказывается, что Кецелькаатль не убивает их. Она наносит смертельный удар, но использует заклинание воскрешения, чтобы вернуть их к жизни. Она оставляет их в поселении, чтобы никто не узнал о них. Она считает их жертвами. Кецелькаатль уничтожает только тех, кто противостоит ей. Фуджимару планирует найти способ привлечь Кецелькаатля на свою сторону. На этот раз он не полагается только на слова. Вскоре команда прибывает в Храм Солнца, где живет Кецелькаатль. Они видят там и топор, который ищут. Топор намного больше, чем они думали. Вскоре они встречаются лицом к лицу с Кецелькаатлем. Она знает, что они здесь для того, чтобы попытаться разрушить Монолит, который дает ей силу. Монолит находится на вершине храма. К удивлению, Кецелькаатль не боится этого испытания. Она уверена, что группа не сможет ее одолеть. Она первая нападает на них, и Фуджимару едва успевает увернуться от ее атаки, которая могла бы стать для него последней. Группа сразу же нападает на нее, но она легко справляется с ними. Для Кецелькаатль это просто игра. Она бросает вызов Фуджимару. Если он сможет победить ее, то он получит право разрушить Храм, а значит он победил. Она нападает на Фуджимару, но Маш и Анна останавливают ее. Они вдвоем вступают в бой с Кецелькаатль, но не могут продержаться и минуты. Иштар тоже бросается в бой, но Кецелькаатль легко сбивает ее с ног. Воин Ягуар рвется в бой с Кецелькаатль. Кецелькаатль уверена, что победит ее, потому что она готовилась к этому. Затем Роман приказывает Фуджимару бежать к алтарю и уничтожить Солнечный Камень, пока Кецелькаатль занята девушками. Воин Ягуар бросается на Кецелькаатль, но у него тоже нет шансов. Остальные девушки бросаются на помощь и пытаются одолеть Кецелькаатль, но она легко отражает все их атаки. Она напоминает им, что ее нельзя победить, пока силы, которые они используют против нее, не иссякнут. Только зло может причинить ей вред. Даже ее подруга Иштар устала от нее. Фуджимару наконец добирается до вершины алтаря. В это же время Кецелькаатль расправляется с Иштар и остальными. Роман приказывает Фуджимару уничтожить Монолит, прежде чем она доберется до вершины алтаря. Фуджимару отказывается, потому что считает, что знает, чего хочет Кецелькаатль. Он говорит, что все, чего она хочет, это победа. Затем он бросает свое оружие, чтобы Кецелькаатль это увидела. Затем он приказывает Иштар поднять его на небо, и она соглашается. Фуджимару начинает падать на землю, пытаясь покончить с собой. Он теряет сознание, а когда приходит в себя, видит, что над ним стоит Кецелькаатль. Она спасла его от смерти, и божественное существо спросило его, откуда он знает, что она его спасет. Фуджимару признается, что он знает, что Кецелькаатль не ненавидит людей. Она впечатлена тем, что Фуджимару это знает, и Кецелькаатль говорит, что теперь Фуджимару ее хозяин. Это означает, что Кецелькаатль покинула союз божественных существ и присоединилась к Фуджимару. Все улажено. Кецелькаатль обещает отдать им топор Мардука. Она даже поможет им достать топор с того места, где он находится. Роман начинает отчитывать Фуджимару за его решение. Он говорит, что его последний выбор мог бы принести положительные результаты, но ему нужно быть осторожным и не совершать опрометчивых поступков. Он должен следовать указаниям Халдеи и выполнять все инструкции, которые ему дает организация. Они все еще обсуждают это, когда связь прерывается. Роман расстроен, потому что связь оборвалась, когда он пытался поговорить с Фуджимару. После разговора с Романом Маш подходит к Фуджимару и говорит, что по ее мнению Роман что-то скрывает. Роман сказал ей то же самое перед тем, как они отправились в Месопотамию. Однако они верят, что у него есть веская причина скрывать это. Той ночью Иштар находит Фуджимару сидящим в одиночестве. Она садится рядом с ним и хвалит Фуджимару за его храбрость. Благодаря этому он смог подружиться с еще одним божественным существом. Она догадывается, что Фуджимару выглядит уставшим. Он сообщает ей, что работает с тех пор, как произошел сдвиг в пространстве. Иштар удивлена, что люди действительно борются за прекращение войны. Фуджимару удалось вернуть остальные сингулярности. Вскоре после этого Фуджимару засыпает, и Иштар позволяет ему устроиться у нее на коленях. Пока он спит, она обещает всегда защищать его. На следующее утро Фуджимару просыпается бодрым. Когда они подходят к городским воротам, к ним подбегает Сидури. Кажется, что-то случилось. Она выкрикивает имя Гильгамеша и говорит, что все ужасно. Сидури рассказывает, что она вышла из тронного зала, когда король жаловался на переутомление. Она возвращается в зал и обнаруживает, что король мертв. Это шокирует всех, потому что Гильгамеш почти не может умереть от усталости. Сидури продолжает, говоря, что в городе люди тоже умирают во сне. Затем вмешивается Кецелька Отли и говорит, что у нее есть предположение о том, что происходит. Она говорит, что происходящее в настоящее время явление – результат действия Эрешкигаль. Эрешкигаль тоже божественное существо, и она королева Кура. Ее сила – это сон. Эта сила забирает души уставших и измученных. Она забирает их в Кур. Она рассказывает, что Эрешкигаль – одна из трех сторон. Это становится шоком для всех, потому что считалось, что Иштар – третье лицо в этой коалиции. Иштар говорит, что она не входит в эту коалицию. Союз состоит из горгоны Кецелька Отли и Эрешкигаль. И тут до группы доходит, что Эрешкигаль была призвана в тот же момент, что и Иштар. Иштар известна как божественное существо, олицетворяющее жизнь на Земле, а Эрешкигаль – божественное существо, олицетворяющее смерть. Их силы исходят от одного и того же божества, а это значит, что Эрешкигаль была активна в ядре с момента призыва Иштар. Это объясняет причину смерти Гильгамеша. Это значит, что они могут что-то сделать с его смертью, если в этом замешана Эрешкигаль. Поскольку тело Гильгамеша не было погребено, им нужно лишь победить Эрешкигаль, и душа Гильгамеша освободится. Им нужно отправиться в подземный мир, где сила героев бесполезна. Иштар беспокоится, что Фуджимару не боится того, что ему предстоит. Фуджимару говорит, что он примет решение, когда они встретятся с Эрешкигаль, смогут ли они победить ее или нет. Иштар сама отведет их в подземный мир. Эрешкигаль – верховная правительница подземного мира. Иштар просит Анну, Кецелькатли и Мерлина остаться в мире живых на случай, если что-то пойдет не так. Они смогут договориться о возвращении Маши и Фуджимару в мир живых. Она говорит, что начнет расследование причин болезни, поразившей город, пока их не будет. Иштар, Маш и Фуджимару вскоре прибывают в Кутху. Иштар пытается еще раз отговорить Фуджимару, но он говорит, что уверен, что Эрешкигаль не является плохим божеством. Иштар активирует свою силу, чтобы перенести их в подземный мир, и это удается. Штаб-квартира может наблюдать за ними, но не может с ними общаться. Фуджимару потрясен тем, что Кор находится под Кутхой. По мере того, как они спускаются все ниже в подземный мир, они видят души и клетки, которые освещают им путь. Иштар говорит им, что дворец Эрешкигаль находится прямо за семью вратами. Фуджимару удивляется, откуда Иштар так хорошо знает подземный мир, если ее божественная сила там не действует. Иштар рассказывает, что однажды она спустилась в подземный мир, чтобы сразиться с Эрешкигаль, но потерпела поражение, причем самым ужасным образом. Она была опозорена перед Эрешкигаль, и с тех пор ей приходится нелегко. Вскоре они подходят к вратам. Иштар говорит Фуджимару, что врата зададут им вопрос, на который нужно ответить честно. К удивлению Фуджимару, врата спрашивают, кто из них красивее, Иштар или Эрешкигаль. Фуджимару выбирает Иштар, и врата наносят сокрушительный удар, который ослабляет Иштар. Затем Фуджимару выбирает Эрешкигаль, и врата открываются перед ними. Они идут уже довольно долго, Фуджимару устал, но Маш старается подбодрить его. Иштар говорит, что у них остался всего один переход, потому что они уже прошли через шесть. В этот момент из тени появляется Гильгамеш. Он говорит, что на самом деле он умер, но ему удалось скрыться от сборщиков душ, и он ждал своего часа. Он тоже хорошо знает подземный мир. Гильгамеш видит, что Иштар уменьшилась в размерах, и спрашивает почему. Маш говорит ему, что Эрешкигаль прокляла ее, когда она в последний раз спускалась в подземный мир. Вот почему она уменьшается в размерах каждый раз, когда проходит через врата. Однако она все еще может летать, и Иштар выглядит как маленькая симпатичная фея. Группа продолжает свой путь. Гильгамеш говорит, что не может покинуть подземный мир без разрешения Эрешкигаль. Эрешкигаль обладает определенной властью в подземном мире, а Иштар совершенно бесполезна, пока находится там. Маш и Фуджимару единственные, кто может противостоять ей, пока они там. Они все еще живы, так что у них есть шанс победить ее. Маш жалеет Эрешкигаль, потому что она не может покинуть подземный мир, который ей доверили охранять. Она не встречала новых людей и не посещала новых мест с тех пор, как оказалась в подземном мире. И вот тогда Иштар сообщает группе, что они прибыли во дворец Эрешкигаль. Перед ними предстает пустынная местность. Эрешкигаль появляется из-под земли, и ее вид пугает. Фуджимару падает на колени при виде Эрешкигаль. Однако он не поддается отчаянию и снова поднимается на ноги. Он пытается убедить Эрешкигаль. Он говорит, что Эрешкигаль не такое уж и плохое божество, и поэтому он хочет, чтобы она вернула душу Гильгамеша в мир наверху. Он также хочет, чтобы она помогла спасти Урук. Эрешкалал говорит, что ей все равно, что говорит Фуджимару. Гаргон нападет на Урук через два дня, и она собирается помочь. Она хочет собрать души людей и отправить их в кур. Они потрясены этим, потому что Эрешкигаль впервые в жизни проявила желание. Она нападает на Фуджимару, но Маш блокирует ее атаку своим щитом. Маш спрашивает Фуджимару, что он решил. Затем он говорит Машу, что хочет еще раз попытаться убедить правительницу подземного мира. Эрешкигаль использует свои силы, чтобы создать несколько заклинаний для атаки на группу. Гильгамеш решает помочь. Он и Маш попытаются найти путь к Эрешкигаль, чтобы Фуджимару мог с ней встретиться. Эрешкигаль яростно нападает на Маша, пока не вмешивается Гильгамеш. Эрешкигаль насмехается над Гильгамишем и говорит, что ее атаки на мертвых не действуют. Гильгамеш напоминает ей, что он все еще может осудить ее, используя королевскую власть, которой он наделен. Он использует заклинания, чтобы удержать Эрешкигаль, и начинает расспрашивать ее о том, почему она решила присоединиться к Горгоне. Он спрашивает, не забыла ли она о своем долге защищать людей и культуру. Эрешкигаль очень расстроена тем, что Гильгамеш готов наказать ее за то, что она пытается выполнять свои обязанности божественного существа. Иштар пытается убедить свою сестру изменить свое решение, но Эрешкигаль только злится еще больше. Она пытается убить Иштар, но Фуджимару бросается на помощь. Эрешкигаль говорит, что она добросовестно выполняла возложенную на нее миссию, в то время как ее вторая половина была свободна и могла странствовать по небесам. Она обижена тем, что ее не похвалили за работу. Она собирала души в течение десятков тысяч лет. Она просит Фуджимару похвалить ее, но он отказывается. Он говорит, что похвала ранит ее гордость. Эрешкигаль приходит в ярость и теряет самообладание. Она готова убить любого, включая Фуджимару. Фуджимару говорит, что она лжет и что все, чего она хочет, это защищать людей. Однако он не позволит ей потерять себя. Затем Фуджимару использует свою власть, чтобы дать Маш больше сил, чтобы защитить Эрешкигаль от необдуманных поступков. Маш получает огромную силу, которая превращает ее щит в гигантский и создает энергетический взрыв, который ослабляет Эрешкигаль. Взрывная волна отбрасывает ее назад, и когда пыль оседает, Эрешкигаль предстает перед ним в своем человеческом обличии, а не в виде скелета. Эрешкигаль спрашивает, откуда Фуджимару известно, что она лжет. Он отвечает, что знал, что Эрешкигаль всегда беспокоилась о людях. Кроме того, Фуджимару прекрасно понимал, что Эрешкигаль время от времени тайно приходила к нему. Он догадывался, что это была Эрешкигаль. Она многому его научила, пока сама скрывалась под маской. И тут из-за спины появляется меч и молниеносно пронзает Эрешкигаль. Она падает на землю, а человек, державший меч, оказывается Зиусудрой. Иштар нападает на него, но он просит ее успокоиться. Удар не убил ее, но разорвал союз, который она заключила с Горгоной. Через несколько секунд Эрешкигаль встает, она в полном порядке. Зиусудра говорит, что он друг из далекой страны. Он знает, что Эрешкигаль неплохой человек и всегда видел, что с ней происходит. Вот почему он помог разорвать союз, который она заключила с тремя божественными существами. После этого Зиусудра исчезает. Гильгамеш просит Эрешкигаль освободить души тех, кто находится в клетках. Это поможет увеличить население Урука. Затем Фуджимару просит ее помочь ему в борьбе с Горгоной, и она с радостью соглашается. Это означает конец союза трех божественных существ. Она обещает заключить контракт с Фуджимару, когда отплатит ему за его доброту. Вскоре после этого Эрешкигаль освобождает души из клеток. Она также возвращает душу Гильгамеша. Гильгамеш приказывает Фуджимару и остальным немедленно возвращаться в мир живых и не сворачивать с пути. Когда Гильгамеш возвращается на поверхность, он что-то бормочет себе под нос. Он говорит, что ее здесь нет. Оказывается, Гильгамеш искал в подземном мире что-то еще. Гильгамеш также вспоминает, как его друг Энкиду погиб от его руки. Возможно, он искал душу своего друга. Мы не узнаем этого наверняка, пока не продолжим чтение. Вскоре после этого Фуджимару, Маш и Иштар возвращаются в Урук. Гильгамеш созывает совет, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в его покоях. Оставшиеся силы собрались у северной стены Урука, готовясь к наступлению главной армии Горгоны. Тем временем демонические звери собрались в Кедровом лесу. Они в десять раз крупнее людей, а значит в сложившейся ситуации они не смогут победить. Им придется выйти на поле боя и атаковать их базу. Пока Фуджимару и его команда будут сражаться с Горгоной, они должны уничтожить ее крепость топором Мордука. Однако у трех божественных существ есть уговор не нападать друг на друга. Тот, кто нарушит уговор, будет уничтожен. Мерлину придется взять в руки топор. Мерлин дает им кусок ткани, чтобы обвязать топор, чтобы он смог каким-то образом добраться до Мерлина. Они снова обсуждают план. Топор будет использован, чтобы выбить дверь храма. Фуджимару и его команда войдут в храм, чтобы сразиться с Гордоном и попытаться победить ее. Им напоминают, что исход битвы за Северную Стену зависит от них. Мерлин ждет, пока все уйдут, чтобы поговорить с Гильгамишем. Гильгамеш говорит ему, что победа над Горгоной поможет им вернуть Грааль. Это означает, что эпоха не закончится, и это говорит о том, что их время вместе подходит к концу. Если все будет хорошо, то это будет означать прощание. Маш и Фуджимару прогуливаются по городу, потому что, возможно, это их последняя прогулка. Они прощаются с горожанами, с которыми провели время. Одна пожилая женщина находит Фуджимару и Маша. Она говорит им, что ищет Анну. Она рассказывает, что Анна помогала ей последние несколько дней. Она также была той, кто не позволил похоронить ее, когда она потеряла сознание. Затем она дает Машу и Фуджимару головной убор, чтобы они передали его Анне. Это ее способ сказать спасибо. Позже, когда они покидают город, Фуджимару решает спросить Мерлина, почему он решил работать с Гильгамишем. Мерлин отвечает, что они с Гильгамишем в чем-то похожи по характеру. Гильгамеш – судья, который пытается справедливо относиться к людям. Вот почему он защищает человечество, но не выделяет никого из людей. Мерлин добавляет, что он наполовину человек, наполовину демон. Он пытался изучать людей, но до сих пор не понимает их. Он говорит, что люди несовершенны, но то, что они создают, прекрасно. Вскоре после этого они останавливаются на ночлег. Фуджимару понимает, что Анне трудно заснуть. Он отдает ей головной убор, который дала ему пожилая женщина. Анна говорит, что пожилая женщина продолжала выращивать цветы, хотя и была слепа. Вот почему она была так добра к ней. Анна, возможно, не любит людей, но она хочет быть похожей на эту пожилую женщину, когда состарится. Затем Анна говорит, что не может принять этот головной убор, потому что сына этой женщины убили демонические звери. Она не может дождаться, когда сможет сразиться с Горгоной и победить ее. Именно поэтому она здесь и ни по какой другой причине. На следующее утро все, кто находился у стены, вступили в бой с демоническими тварями. Воин Ягуар, похоже, наслаждался этим зрелищем больше, чем кто-либо другой. Через несколько мгновений к битве присоединяется король Ву. Кицелькаатль ждала, когда он появится, и сразу же бросилась в бой. Между ними завязалась ожесточенная схватка, и они показали, почему они такие могущественные. С другой стороны, Фудзимару и его команда тоже пробивались через джунгли, ведущие к храму. Мерлин подает сигнал Кицелькаатль, чтобы она бросила ему топор Мурдака. Она прекращает бой с Кингу и замахивается топором в направлении Мерлина. Мерлин не успевает поймать топор, и тот попадает в стену храма. Из-за этого удара Кицелькаатль теряет половину своей божественной силы. Топор пробивает дверь, и Фудзимару с командой получают доступ в храм. Кингу понимает, что происходит, и, забыв о Кицелькаатль, бросается обратно в храм. Они входят в храм и видят несколько семян, которые Гаргона использует для создания своих демонических тварей. Маш хочет уничтожить их, но Фудзимару останавливает ее. Он говорит, что победа над Гаргоной важнее всего остального. Это их цель, и они не должны позволить ничему помешать им. Вскоре они добираются до самой глубокой части храма. Гаргона выбирается из своего кокона. Она настолько огромна, что группа людей кажется рядом с ней просто букашками. Она говорит им, что собирается уничтожить все человечество, а потом умереть. Ее ведет жажда мести. Она пытается убедить Фудзимару в своей правоте, но он не готов принять ее доводы. Иштар говорит, что Гаргоне просто повезло, что она получила силу Грааля. Иштар добавляет, что настоящей матери не нужны создания, чтобы создавать демонов, как это делает Гаргона. В этот момент Анна выходит вперед и говорит, что готова использовать свою божественную силу, которую она до сих пор сдерживала. Она собирается использовать свои мистические глаза, чтобы противостоять глазам Гаргоны. Между ними начинается ожесточенная схватка. Гаргона изо всех сил старается не дать Анне заглянуть ей в глаза. Гаргона кажется очень сильной, она швыряет Анну по всей комнате. Остальные члены команды присоединяются к битве, чтобы помочь Анне. Гаргона все еще кажется им сильнее, чем они, и она продолжает противостоять всей группе. Она говорит им, что они не должны называть ее Гаргоной. Она говорит, что она Тиамат, изначальное божественное существо. Однако Анна не соглашается с ней и говорит, что она Гаргона, убийца героев. Анна вынуждена сделать то, чего она не хочет. Она нападает на Гаргону со своим смертоносным оружием. Она прыгает на Гаргону и вонзает косу ей в голову. Она называет Гордона своим вторым «я» и говорит, что они оба погибнут. Оружие вонзается в голову Гаргоны и она начинает распадаться на части. Она падает в пропасть, и Анна падает вместе с ней. Фуджимару пытается спасти ее, но Иштар говорит, что она погибла. Она больше не получает от них никаких божественных посланий, что означает, что они исчезли из этой эпохи. Мерлин говорит группе, что оружие Анны настолько мощное, что может убить даже бессмертных. Вот почему она перенеслась в эту эпоху с оружием в руках. Она выполнила свою задачу и теперь исчезла. Группа обнаружила, что Гаргона не владеет Граалем. Она просто черпала из него силу, чтобы вернуть себе утраченное могущество. Так как Грааль не у нее, остается вопрос у кого он. Похоже, Мерлин знает, кто настоящий хранитель Грааля. Он произносит это вслух, когда Кингу врывается в комнату. Кингу понимает, что Гаргоны больше нет. Он убит Горем, потому что она была бы гораздо сильнее, если бы он был рядом с ней. Он пытается напасть на группу, но они уклоняются от его атаки. Внезапно земля начинает дрожать. Роман говорит, что Месопотамия вот-вот провалится в пространственный разлом. Облака становятся черными. Король Ву объясняет группе, что происходит. Он говорит, что все, что они сделали до сих пор, было запланировано. Настоящая мать не может пробудиться, пока Гаргона не умрет. Все это было уловкой, чтобы заставить их убить Гаргону. Настоящая мать, известная как грех человечества, вот-вот пробудится. Мерлин ранен после нападения Кингу и чувствует себя очень слабым. Кингу прощается с ними и вылетает из комнаты. Мерлин приказывает Фудзимару как можно скорее вернуться в Уру. Он говорит, что она пробудилась, но еще не начала действовать. Он просит Фудзимару передать Гильгамешу сообщение. Одно из чудовищ, пожирающих человечество, одно из семи великих, которое может победить только оно, пробудилось ото сна. Море жизни, первозданная мать, одно из семи зол, присущих человечеству, и одно из чудовищ, порожденных первородным грехом, пробудилось. Яркий свет озаряет Мерлина, и, произнеся эти слова, он исчезает. В штабе также зафиксировали магическую энергию, исходящую из Персидского залива. Их число исчисляется тысячами, и они направляются в Уру. Фудзимару приказывает Иштар лететь в Уру. Кетцелькаатль прилетит за Фудзимару и Машин. Вскоре после этого они прибывают в город и обнаруживают, что монстры начали разрушать город по всем направлениям. Эти существа не похожи на тех монстров, с которыми они привыкли иметь дело. Им нужно как можно скорее добраться до Зиккурата. Эти существа оказались новыми людьми, о которых говорил король магов. Они добираются до Зиккурата, чтобы поговорить с Гильгамешем. Гильгамеш говорит солдатам, что они могут остаться или уйти. Все, кто хочет остаться, должны подготовиться к битве. Затем Фудзимару рассказывает Гильгамешу о том, что сказал ему Мерлин. Гильгамеш говорит, что знает, что такое семь человеческих пороков. Это ряд бедствий, которые уничтожают человечество. Они классифицируются как чудовище, и именно это пробудил король магов. Затем Роман рассказывает группе, что существа, которые ранее напали на город, могут быть классифицированы как серийные китовые. Гильгамеш решает дать этим существам имя. Он называет их Ламу. Фудзимару замечает, что Судури нет в комнате, и спрашивает о ней. Гильгамеш рассказывает, что ее схватили и увезли в Эриду. Фудзимару предлагает отправиться в Эриду и спасти ее. Вскоре после этого Иштар, Маш, Кецелькаатли и Фудзимару прибывают в Эриду. Они находят Ламу, которая мучает мирных жителей. Иштар и Кецелькаатль обрушивают свой гнев на этих существ. В этот момент появляется Кингу, чтобы взять под контроль остальных Ламу. Иштар вспоминает, что Гильгамеш говорил в подземном мире о том, что тело Энкиду исчезло. И тогда до них доходит, что тело Энкиду было использовано для создания Кингу. Иштар называет его самозванцем, созданным из тела Энкиду. Он говорит, что ему все равно, как он был создан. Важно лишь то, что он сын Тиамат. В этот момент один из Ламу пронзает грудь Кингу своей шипастой рукой. Грудь Кингу пронзена, и это приводит его в ужас. Ламу говорит, что его время прошло, и он больше не нужен. Они новые рыбы в этом водоеме, образно говоря. Ламу вынимает святой Грааль из груди Кингу. Фудзимару и остальные понимают, что святым Граалем было сердце Кингу, но они и понятия об этом не имели. Ламу вводит Грааль и говорит, что его нужно отнести матери. Грааль дает Ламу способность летать, и Иштар бросается за ним в погоню. Кингу, которому удается подняться, бежит к вершине храма, но Ламу преследует его. Ламу говорят ему, что он больше им не нужен. Ему удается ускользнуть от них, и он бежит в лес. Ламу смеются над ним, когда он убегает, поджав хвост. Крылатому Ламу удается сбить Иштар с ног, и он продолжает свой полет к матери. Это приводит Иштар в ярость, и она бросается в погоню за крылатым Ламу. Кецелька Атль тоже призывает свою птицу, чтобы помочь в погоне за крылатым Ламу. Фуджимару не хочет ложиться в постель, потому что не хочет потерять из виду Кингу. Маш советует ему пока забыть о Кингу. Кецелька Атль напоминает ему, что им нужно заполучить Грааль до того, как он попадет в руки матери. Как только мать прикоснется к Граалю, это обернется катастрофой. Грааль – это их приоритет, а не Кингу. С другой стороны, Кингу все еще бежит по лесу, вспоминая все надежды, которые, как он думал, возлагала на него мать. Он верил, что он особенный, и что он нужен матери. Он считает себя маминым сыном. Это было единственное, за что он держался. У него нет ни друзей, ни семьи, только обязательства перед матерью. Однако теперь мать отказалась от него. В конце концов, ему надоело убегать, и он сдался. Он полностью отдался на волю Лам, чтобы они не хотели с ним сделать. Ламы окружили его, а король даже не пошевелился. В этот момент один из Лам набросился на остальных и уничтожил их. После того, как Ламу закончил уничтожать своих товарищей, он заговорил, и оказалось, что Ламу – это не кто иной, как Сидури. Она превратилась в Ламу. Она называет Кингу Энкиду и благодарит его за то, что он вызвал улыбку на лице Гильгамеша. Она говорит ему эмоциональные вещи и показывает, что счастлива, что сказала это. После этих слов она распадается на части и превращается в пыль. После того, как она уходит, Кингу начинает плакать, что она знает Сидури, но не знает, где именно. В его голове живет воспоминание о ней, но он не может понять, откуда он ее знает. Его сердце разбито от того, что кто-то, кого он даже не знает, благодарит его. Он говорит, что не заслуживает благодарности Сидури. Продолжая преследование Ламы, команда выясняет, что Лама направляется в Персидский залив. Они должны поймать ее, прежде чем она доберется туда. Иштар начинает стремительную атаку, и Кицелькаатль тоже помогает ей. Они смогли повалить Ламу на землю, прежде чем она достигла своей цели. Кицелькаатль пытается удержать Ламу, но она снова вырывается. В этот момент из воды появляется кто-то еще. Это оказывается Ушива, и это повергает их в крайнее изумление. Она выглядит совершенно иначе, с черным лицом. Короче говоря, она мутировала. Она говорит команде, что не стоит преследовать Грааль, потому что они никогда не смогут его заполучить. Ушивака преследует Фуджимару, но Маша ее останавливает. Фуджимару говорит команде, что они должны победить Ушиву, чтобы продолжить поиски Грааля. Иштар не может присоединиться к битве, потому что она потратила всю свою магическую энергию на преследование Ламы. Маш и Кицелькаатль сражаются с Ушивой, и она не сдерживается. Они планируют победить ее, и это срабатывает. Они направляют на нее удар Иштар, который превращает ее в пыль. Внезапно Ушива снова появляется. До них доходит, что теперь она обладает способностью к регенерации. Ушива создает несколько своих клонов, чтобы сделать битву более интересной. Роман говорит команде, что они смогут победить ее, если уничтожат все, что от нее осталось. Им нужно уничтожить всех клонов одновременно, чтобы победить ее. Кицелькаатль отвлекает Ушиву, пока Иштар и Фуджимару придумывают план. Иштар приказывает Фуджимару отдать ей всю свою магическую энергию, чтобы она смогла создать взрыв такой силы, который уничтожит всех клонов Ушивы. Иштар заряжена энергией, и она выпускает заряд, который уничтожает Ушиву и всех ее клонов. Ушива уходит в небытие, потому что она знает, что Грааль доставлен Теамат. Позже команда использует магическое устройство для связи с Гильгамишем. Он рассказывает им о ситуации в Уруке. Он говорит, что черная морская грязь – это присутствие Теамат. Любой, кто прикоснется к ней, станет ее рабом. Никто не должен приближаться к черной грязи, и эту информацию нужно распространить как можно шире. Однако черная грязь в настоящее время течет к берегу. Как только она достигнет суши, все, к чему она прикоснется, станет таким же темным, как Ушива. Нужно предотвратить это, потому что это будет означать конец человечества. Они просят Романа помочь им в этом. Их план состоит в том, чтобы отправиться к Теамат и победить ее, чтобы остановить поток черной грязи на сушу. Фуджимару, Иштар, Маш и Кецелькаатль отправляются в путь к Теамат. Из воды появляются новые ламы, но они не реагируют на летящую над ними команду. Ламы считаются бездушными существами. Вскоре они приближаются к Теамат и видят ее стоящую в воде. Она по-прежнему не может сдвинуться с места. Команда решает, что сейчас у них есть наилучший шанс попытаться избавиться от нее. Они пикируют вниз, но она издает звуковой сигнал, и ее рот издает волну, которая отталкивает их назад. Роман говорит им, что Теамат создает мощный энергетический заряд, который, если его выпустить, будет настолько сильным, что уничтожит у рук. Они должны что-то предпринять. Фуджимару использует свое заклинание, чтобы усилить Иштар и дать ей возможность использовать всю свою силу и магию. Иштар создает очень мощное атакующее заклинание и направляет его на Теамат. Пыль оседает, и Теамат нигде не видно. Роман говорит, что дух Теамат, создавший магический реактор, уничтожен. Реактор перестал работать. Роман говорит, что они успешно победили Теамат. Теперь им нужно только дождаться, когда океан успокоится, чтобы они могли забрать Грааль. Услышав это, все облегченно вздыхают. Роман готов доставить Фуджимару и Мэша в штаб-квартиру, как только они заберут Грааль. Вдруг в океане происходит какое-то движение. Роман понимает, что в океане что-то строится. Он приказывает команде немедленно отступить. Он говорит, что Теамат, которую они видели, была всего лишь ее мозгом. Теперь ее тело полностью появилось из воды. Команда прислушивается к предупреждению Романа и начинает отступать. В этот момент Теамат появляется из воды, и она огромна. Океан тут же превращается в черную грязь и начинает растекаться дальше вглубь суши. Фуджимару спрашивает, есть ли у них шанс победить Теамат. Хвецелькаатль говорит, что у них нет ни единого шанса. Она говорит, что даже если они объединят свои силы с Иштар, то все равно не смогут оставить на Теамат ни царапины. Им нужно только отступить и встретиться с Гильгамишем. Гильгамеш получает известие о том, что черная грязь направляется в Урук. Он приказывает своим солдатам немедленно поднять якоря вокруг города. Они так и делают, и за это время грязь может остановиться. Гильгамеш выходит вперед и говорит, что настало время для последней битвы эры божественных существ. Фуджимару и его команда возвращаются в Зикурат и обнаруживают, что в городе осталось всего 500 человек. Гильгамеш говорит Фуджимару, что ему нужно победить Теамат и защитить Урук, если он хочет спасти эту эпоху. Фуджимару по-прежнему надеется, что все обернется хорошо. Затем Роман отправляет команде данные Теамат, чтобы начать все сначала. Они анализируют и выясняют, что она очень могущественна. Человечеству потребуется столетие, чтобы достичь такого божественного уровня. Роман за все время своего анализа не смог найти ни одного возможного способа атаки. Она абсолютно идеальна, у нее нет ни физических, ни мифических слабостей, сетует Роман. Теамат – божественное творение, а это значит, что смерть не имеет над ней власти. Пока на Земле есть жизнь, Теамат никогда не умрет. Просто все живое на Земле должно погибнуть, прежде чем у них появится шанс победить Теамат. Воин Ягуар говорит им, что Теамат потребуется два дня, чтобы достичь суши, и еще один, чтобы добраться до Урука. Они просто понятия не имеют, как остановить Теамат или победить ее. Внезапно к ним начинает обращаться чей-то голос. Женский голос спрашивает Фудзимару, что происходит на поверхности. Оказывается, что с ними разговаривает Эрешкигаль. Она говорит, что многие души были отправлены в подземный мир, и это очень необычно. Гильгамеш использует свою силу, чтобы создать зеркало, которое показывает Эрешкигаль всей группе. Эрешкигаль говорит, что в подземном мире сейчас неспокойно. Фудзимару тут же приходит в голову идея. Он говорит Эрешкигаль, что хочет отправить Теамат в подземный мир. Если смерть не может настичь ее в мире полном жизни, то в подземном мире ей придется не сладко. Возможно, это безрассудный план, но это единственный шанс, который у них есть. Гильгамеш тут же говорит Эрешкигаль, чтобы она открыла врата подземного мира и заточила Теамат в недрах земли. Это означает, что Эрешкигаль придется перенести подземный мир прямо под Урук. Она говорит, что ей понадобится три дня, чтобы все подготовить. Поскольку Эрешкигаль будет готова через три дня, им нужно будет продержаться еще один день, чтобы дать Эрешкигаль время. Кроме того, Иштар должна использовать Гугалану, чтобы остановить Теамат. Это очень мощное оружие, и оно должно помочь в борьбе с Теамат. Но тут Иштар нарушает ход разговора и говорит, что потеряла Гугалану. Она потеряла ее и обыскала всю Месопотамию, но так и не смогла найти. Услышав это, все приходят в уныние, потому что нет никакой возможности остановить Теамат. Фуджимару говорит команде, что им просто нужно продержаться эту ночь, а утром они продолжат выполнять свою задачу. Он с тревогой смотрит в голубое небо. В следующей сцене Гильгамеш говорит Фуджимару и Машу, что считает 500 выживших граждан великим достижением. Однажды ему было видение, в котором он видел руины Урука и был единственным выжившим. Горожане тоже знают об этом, и то, что выжило 500 человек, значит очень много. Он говорит Фуджимару и Машу, чтобы они гордились собой. Позже, в тот же вечер, Китцальковал говорит Фуджимару, что она чувствует себя виноватой. Она знала обо всем, что должно было произойти, но не хотела говорить, потому что тоже была врагом Урука. Фуджимару говорит ей, что не нужно так думать. В другом месте Маш разговаривает с Иштар. Она говорит Иштар, что просто привыкает к сражениям. Она всегда боялась сражений, но теперь считает, что это необходимо. Она также вспоминает слова Леонидоса, которые он ей сказал. Позже, той же ночью, Гильгамеш находит Кингу, который сидит в одиночестве и плачет. Кингу не понимает, почему он оказался в окрестностях Урука. Гильгамеш говорит Кингу, что готов простить его за все, что он сделал. Он все еще использует тело своего друга, и это заслуживает его сочувствия. Грудь Кингу все еще разорвана, и Гильгамеш протягивает ему чашу, которая у него есть. Грааль исцеляет Кингу, и от этого он плачет еще сильнее. Он не понимает, почему Гильгамеш ему помогает. Гильгамеш добавляет, что Энкиду считался величайшим оружием, созданным богами. Он верит, что Кингу все еще может быть этим оружием. Гильгамеш говорит ему, что мир уже на грани гибели, и он волен делать все, что захочет. Его мать, возможно, и Тиамат, но он волен сам принимать решение. На следующее утро Гильгамеш и остальные собираются на военный совет. Они приходят к выводу, что черная грязь – это путь, по которому Тиамат может пройти. Черная грязь должна быть там, прежде чем она ступит на эту поверхность. Это, по сути, дорога, по которой Тиамат может передвигаться, а значит, они могут ограничить ее передвижение, как только избавиться от черной грязи. В настоящее время сотрудники штаб-квартиры Чел Диа работают над тем, чтобы превратить черную грязь в морскую воду. И тут им сообщают, что Тиамат продолжает двигаться в сторону Урука и будет там через 8 часов. Это даже быстрее, чем они рассчитывали. Гильгамеш приказывает командиру взять 50 элитных бойцов и перехватить Тиамат, но Кицелькаатль говорит, что в этом нет необходимости. Она говорит, что ее благородной магической энергии хватит, чтобы очистить территорию вокруг Тиамат от черной грязи. Это должно немного замедлить ее продвижение. Она воспользуется своим солнечным камнем. К счастью, Фуджимару и его команда не разбили его. После совещания Гильгамеш выходит к храму, чтобы обратиться к народу. Он произносит громогласную речь, которая поднимает боевой дух людей и готовит их к сражению. Фуджимару и его команда отправляются навстречу с Тиамат. Вскоре они оказываются в зоне ее досягаемости. Ее сопровождают тысячи лам, которые окружают ее, как пчелы. Им удается прорваться сквозь первую волну врагов. И тут появляется Ушива, словно таракан. Ушива оказывается для них настоящей занозой, но Бенкей приходит на помощь. Он извиняется за то, что оставил их, и просит команду оставить Ушиву ему. Тиамат все еще в 10 километрах от них, и им нужно как можно быстрее добраться до нее. Маж использует свой щит как таран, чтобы пробиться сквозь стадо лам. Они находятся в 3 километрах от цели и должны приготовиться к удару благородной энергии Кецелькаатль. Ушива делает все возможное, чтобы помешать осуществлению плана команды. Бенкей, не раздумывая, бросается в бой. Кецелькаатль создает мощный энергетический заряд и направляет его на Тиамат. Черная грязь начинает испаряться с поразительной скоростью. Взрывной волной сбивает с ног Бенкея и Ушива Камару. Их сигналы о местонахождении духа исчезают после того, как они попадают под удар. Тиамат замирает на месте. Это хорошая новость для них, потому что они смогут открыть двери в подземный мир, если им удастся замедлить ее продвижение. В этот момент Тиамат начинает концентрировать магическую энергию в своем хвосте и рогах. Прежде чем они успевают понять, что происходит, она отрывается от земли и взлетает. Это невозможно, потому что она божественное существо, созданное землей, и не должна подниматься в небеса. Это означает, что их план по перемещению Тиамат в подземный мир провалился. Кецелькаатль приходит в ярость и вспоминает, что Тиамат не может быть ранена оружием Месопотамии. Однако Кецелькаатль – божество далекой мистической страны. Кецелькаатль говорит, что она высшая сила Месопотамии, а Тиамат для нее ничто. Она создает мощный энергетический заряд и направляет его на Тиамат. Фуджимару также поддерживает Кецелькаатль заклинанием. Энергия продолжает отталкивать Тиамат назад, и происходит мощный взрыв. Пыль рассеивается, и они с удивлением видят, что Тиамат все еще стоит на месте. Затем Роман начинает анализировать воздействие взрыва на Тиамат. Он хочет найти ее слабое место. В этот момент из моря появляется Гаган. Команда считает, что они в беде, пока Анна не начинает им помогать. Они удивлены, что Анна помогает им. Она говорит им, чтобы они оставили Тиамат ей, потому что она готова подрезать ей крылья. Она напоминает Тиамат, что та ползает по земле. Анна кричит на Фуджимару и Маш, приказывая им немедленно покинуть место происшествия. Когда они уходят, мы узнаем, что Анна, которая только что появилась, это Гаргона. Она благодарит Фуджимару за цветы. Маш и Фуджимару плачут, улетая с места происшествия. Анна лицом к лицу сталкивается с Тиамат и выпускает энергетический заряд, который отрубает Тиамат крылья. Анна тоже сражается. Однако черная грязь продолжает появляться, и ее становится еще больше. Фуджимару и Маш возвращаются в Урук и видят, что город разрушен. Черная грязь повсюду, и ламы захватили город. Тиамат почти настигла их, и остался только Гильгамеш. Он использует свою магию, чтобы активировать мощные пушки, установленные на городских стенах, и атаковать Тиамат. Он чувствует, что она наносит удар, и смотрит в глаза Фуджимару. Она пытается выстрелить Фуджимару, но Гильгамеш заслоняет его собой. Гильгамеш продолжает атаковать, несмотря на то, что ранен. Роман говорит им, что к ним приближается огромная волна ламы. Иштар считает, что ей тоже пора вступить в бой. Она собирается использовать свою силу, но тут из ниоткуда появляется множество цепей, которые атакуют лам. Они потрясены, увидев Кингу, который пришел им на помощь. Он говорит, что слова Гильгамеша дошли до него. Оказывается, что сердце, которое Гильгамеш ему отдал, было сердцем Энкиду. Кингу почувствовал, что Энкиду желает ему добра и любит Гильгамеша. Кингу говорит, что теперь он готов показать им, на что способен. Он активирует силу небесной цепи. Он пробуждает дыхание звезд. Он активирует очень мощное заклинание и направляет его на Тиамат. Он удерживает Тиамат на месте с помощью огненных цепей. Цепи — это временное сдерживающее средство, которое не позволит Тиамат двигаться дальше. Еще один шаг, и Урук превратился бы в пепел. Гильгамеш благодарит Фуджимару за помощь. Он чужестранец, но он сделал все, что было в его силах для этой эпохи. Эрешки Галь говорит им, что она завершила переход подземного мира в Урук. Теперь Иштар должна пробить дыру, чтобы попасть в подземный мир. Она идет вперед, чтобы открыть проход в подземный мир. Фуджимару, Маш и Гильгамеш падают вниз. Маш и Фуджимару начинают парить в воздухе, и Эрешки Галь говорит им, что для них она сделала исключение. Они не считаются живыми душами, пока находятся в подземном мире, а это значит, что они все еще могут собирать магическую энергию в своих ногах, которая поможет им парить в воздухе. Тиамат начинает погружаться все глубже в подземный мир, и Эрешки Галь использует свою власть как правительницы подземного мира, чтобы ослабить Тиамат. Она говорит, что правила подземного мира не распространяются на Тиамат. Эрешки Галь приказывает духом Галу поглотить Тиамат. Но Тиамат снова делает нечто ужасное. Она начинает покрывать себя черной грязью. Они удивлены, что она может осквернить даже подземный мир. Она начинает превращаться в другое существо. Ее раны тоже затягиваются. Она превращается в дракона, чтобы доказать команде, что она, несомненно, божественное создание. Коррупция настолько всепоглощающая, что команда не знает, как на нее реагировать. Но им нужно победить ее, пока она еще находится в подземном мире. Сейчас она в самом уязвимом положении. Тиамат бросает в команду комья черной грязи. Грязь вот-вот попадет в них, но неожиданно она превращается в целебную грязь и становится похожей на педали. Дезинфекция начинает ускоряться. Появляется их спаситель, и это никто иной, как Мерлин. Они удивлены, увидев Мерлина. Роман спрашивает, не вернулся ли он снова, потому что пытается понять, как он смог вернуться и победить. Он говорит им, что он настоящий Мерлин и только что прибыл из Авалона. Он уверяет команду, что он не умер. Их трогательная встреча прерывается, когда они узнают, что Тиамат начала отращивать крылья. Мерлин рассказывает, что почти все пытались уничтожить Тиамат, но она оказалась сильнее, чем все, что было против нее направлено. Если она вернется на поверхность, то снова станет непобедимой. Затем Мерлин рассказывает команде, кто призвал Тиамат. Он говорит, что Тиамат призвала Фуджимару. В этот момент появляется Зевс и представляется, как старец горы. Он первый Хасан Исаба, и он пришел, чтобы убить Тиамат. Зевс нападает на Тиамат, и остальные члены команды следуют его примеру. Они атакуют ее изо всех сил, но она все еще стоит на ногах. Тиамат пытается покинуть подземный мир. Черная грязь создает несколько лами, чтобы атаковать команду. Фуджимару и Эрешкигаль должны помешать Тиамат покинуть подземный мир. Ламу тоже эволюционировали, и теперь они нападают быстрее, чем раньше. Остальная часть команды пытается уничтожить Ламу, но это непросто. Один из Ламу, похоже, сильнее остальных. Он один доставляет команде массу неприятностей. Он сбивает с ног Мэша. Мерлин вынужден достать свой меч, чтобы сразиться с Ламу. Мерлин и Ламу вступают в бой на мечах. Похоже, что Ламу, который только что появился, является прямым потомком Тиамат. Их сила равна силе божественного класса. Каждый из них равен демону. Иштар сражается с Ламу и даже проигрывает. Ламу швыряет ее на землю, как будто она ничего не весит. Хасан, напротив, довольно легко справляется с Ламу. Страх охватывает их, когда они понимают, что они почти добрались до поверхности, но все еще не могут остановить Тиамат. Решкигаль говорит, что она замедлит Тиамат своей благородной магической энергией. Она летит вперед, чтобы создать магическую энергию, которая сможет остановить Тиамат. Тиамат выпускает вокруг себя энергетические заряды, чтобы ослабить всю команду. Фудзимару беспокоится, что Тиамат сможет добраться до поверхности, если все так и будет продолжаться. И тут появляется Гильгамеш и обрушивает на Тиамат шквал мечей. Гильгамеш выглядит совершенно иначе, чем раньше. Атака Гильгамеша заставляет Тиамат отступить. Они в шоке, когда Тиамат активирует заклинание, известное как Негогенезис. Это, по сути, создание Вселенной. Чтобы помешать Тиамат завершить заклинание, Решкигаль активирует вокруг нее заклинание запечатывания. Вокруг Тиамат образуются мощные каменные глыбы, которые прижимают ее к земле. Это похоже на то, как Решкигаль материализует храм, который ей подарил Наргол. Это даст им лишь небольшую отсрочку, прежде чем они придумают новый план. Мерлин объясняет команде, что Негогенезис — это заклинание, которое позволяет Тиамат управлять подземным миром. Все, что окажется внутри пузыря, будет уничтожено. Они с удивлением видят, что Тиамат обладает такой огромной властью. Однако им нужна сила Фуджимару, чтобы противостоять заклинанию Тиамат. Он должен войти в сферу и попытаться нанести смертельный удар по голове Тиамат. Маш создаст защитный барьер для Фуджимару. Мерлин тоже будет использовать свою благородную магическую энергию одновременно с Машем. План начинает осуществляться, и Тиамат уже пытается вырваться. Благодаря этой энергии Фуджимару легко продвигается вперед. Решкигаль падает без сил, потому что она уже истощена. Ее владения разрушены, и это тоже сказалось на ней. Она жимает в руке букет цветов, созданный Мерлином, и исчезает. Фуджимару продолжает бежать к Тиамат с клинком, который ему дал Гильгамеш. Тиамат создает ламу, чтобы попытаться убить Мерлина, но Гильгамеш справляется с этими существами. Некоторые из них пытаются помешать Фуджимару добраться до Тиамат, но появляется Хасан и уничтожает их. Он говорит Фуджимару, чтобы тот продолжал идти к Тиамат, а он позаботится об остальном. Фуджимару удается добраться до Тиамат с помощью Фу. Он вонзает клинок в ее голову, и на ее теле появляется трещина. Он падает на землю, и Фуджимару зовет Гильгамеша. Теперь Гильгамеш должен нанести смертельный удар. Он активирует мощное заклинание и призывает гигантский меч, наполненный магической энергией. Он направляет удар меча на чудовище, и оно полностью поглощает его. Фуджимару переносится в мир душ, где встречается лицом к лицу Стиамат. Она рассказывает ему о том, что ее всегда любили и почитали многие поколения. Фуджимару уверяет ее, что ее дети любят ее, и что это никогда не изменится. Со слезами на глазах она начинает исчезать, и Фуджимару тоже покидает мир душ. После победы над Тиамат небо снова становится голубым. Фуджимару и Маш возвращаются в мир живых. В следующей сцене Фуджимару просыпается и видит, что Маш стоит рядом с ним. Они находятся где-то в Вавилоне. Появляются воины Ягуары и Кицелькаатль. Кицелькаатль и воины Ягуары спасли их. Они рады, что миссия увенчалась успехом. Роман связывается с ними. Он сообщает, что подготовка к гонке почти завершена. Роман также продолжает поиски остальных членов команды. Группа оглядывается по сторонам и видит, что черная грязь полностью исчезла. Маш предлагает отправиться в Урук, потому что там могут быть остальные члены команды. Кицелькаатль говорит, что не сможет сопровождать их в Урук. Ее миссия в качестве божественного существа подошла к концу. Она говорит Фуджимару, что ей было приятно проводить с ним время. Фуджимару благодарит ее за то, что она была хорошим божественным существом. Она обнимает Фуджимару, и они с Ягуаром исчезают. Теперь Маш и Фуджимару должны отправиться в Урук одни. Вскоре они прибывают в Урук. Урук теперь опустевший, заброшенный город. Они улыбаются, когда видят Мерлина и Иштар. Иштар говорит, что она ждала их. Иштар сообщает им, что она знает, что Урук – лучшее место для их встречи. Именно поэтому она и Мерлин пришли сюда, чтобы дождаться их в Уруке. Оказывается, ее гости уже заплатили за это. Роман говорит, что он все еще пытается восстановить сингулярности. Группа решает выпить чаю, чтобы обсудить все за чашкой чая. Они все соглашаются, что чай вкуснее, когда его заваривает Судури. Иштар рассказывает Фуджимару, что большая часть подземного мира разрушена. Это произошло из-за критического сбоя в работе зверя и последовавшего за этим взрыва. Потребуется почти полвека, чтобы все восстановить. Короче говоря, и мир на поверхности, и подземный мир оказались на грани разрушения. Иштар говорит им, что Эрешкигаль отдыхает в подземном мире. Она была очень рада увидеть, как в подземном мире распускаются цветы. Она передает привет команде. Иштар говорит, что она все еще будет жить в этой эпохе. Она была благословлена сокровищами и все еще хочет ими наслаждаться. Мерлин говорит, что вернется в свою башню в Авалоне и продолжит присматривать за Фуджимару. Мерлин никогда не был склонен к дракам. Он предпочитает оставаться в своей башне. Но Фуджимару полон решимости. Роман и Фуджимару поблагодарили Мерлина за помощь. Маш тоже благодарит его за все, что он сделал. Мерлин дарит Фуджимару цветок и говорит, что он может делать с ним все, что захочет. Уже рассвело. Мерлин превращается в лепестки цветов и растворяется в небе. В другом месте Кингу находит Гильгамеша, стоящего над храмом и наблюдающего за городом. Гильгамеш объясняет Кингу, почему он решил защищать свой народ, несмотря на то, что он тиран. Он говорит, что долг короля – защищать свой народ, чего бы это ни стоило. Он говорит Кингу, что тот будет единственным, кто знает о его истинных намерениях. Позже Фуджимару, Маш и Иштар находят Гильгамеша в тронном зале. Он говорит троице, что они опоздали, потому что он их ждал. Он знает, что Фуджимару все равно придет попрощаться перед отъездом. Это естественно для подданного попрощаться со своим королем или правителем. Фуджимару благодарит Гильгамеша за полученный опыт и помощь. Группа поднимается на вершину города, чтобы осмотреть разрушение. Они спрашивают его, что будет с городом. Он отвечает, что сделает все возможное, чтобы Урук снова процветал. Город не будет разрушен, как он и говорил раньше. Затем он рассказывает группе, что после смерти Энкиду он нашел траву бессмертия. Однако, когда он вошел в реку, чтобы искупаться, змея украла у него эту траву. Он не рассердился, но понял, что все равно увидит свет нового дня. Он сравнивает это с жизнью людей и их повседневными делами. Обычная логика аниме. Вскоре после этого Роман говорит Фуджимару, что все готово для их отъезда. Иштар не хочет прощаться с ними. Гильгамеш достает из своих сокровищниц золотую чашу, которую он всегда им показывал. Он дарит им чашу на прощание. Фуджимару и Маш говорят Гильгамешу, что им было весело, пока это продолжалось. На этом дуэт покидает эпоху Месопотамии. В заключительных сценах сезона мы узнаем, что Фуджимару и Маш готовятся посетить Соломонову пещеру. На этом мы заканчиваем наше видео.